но нахер отец и вот эта борьба вот этих ура патриотов это по сути борьба против самих себя же против своих традиций своей культуры потому что у латышей очень сильно развит уже с глубоких далеких веков развита вот посещение именно и празднуется в том числе капу святки да и когда приходят родственники поминают своих родных и близких убирает кладбище и вот эта борьба с памятником это по сути борьба вот захоронениями вот этим это все напоминает медленно тлеющий костер русско-еврейский союз это пожарники которые всегда прибегают на этот медленно тлеющий костер и обязательно притащить с собой канистру бензина чтобы залить эти угли мне кажется что последние лет 15 это происходит именно так андрей приехал из елгавы для того чтобы снять такое впечатляющее красивое видео вот стоимость поездки из елгавы в ригу равна стоимости покупки на алиэкспресс камеры с прекрасным ночным видом можно просто установить самостоятельно одним шурупчиком на дерево камеру с ночным видом договориться даже с питанием к этой камере и если рижская дума это не делает а для андрея это безусловно очень важная история то там будет просто камера ночного вида если подобное впредь повторится то будет четкая видеозапись тем кто это делал как это делал и так далее как вариант второй момент лауфа рент стоит химия вот тут же в депо спокойненько пошел молочи это убрал и это никогда больше не повторится чем больше ты керосинишь эту тему тем больше ты ее греешь тем больше она будет продолжаться те методы которые русско-еврейский союз последние 15 лет принимал применял они не работают андрей пора бы немножко взять себя в руки и по умнеть и в конце концов себе ответить выходите результата или вечного движения в никуда то есть одни безмозглые ура патриоты а вторые ровно такие же безмозглые борцы за все хорошее против всего плохого вы абсолютно точно такие же идиоты как они судя по тем методам которыми вы работаете то есть вас жизнь точно не учит у вас вечная теория 120 шагов наступания на грабли то есть наступаем бьем себе по носу и маршируем в том же режиме дальше надо немножечко менять технологии